Хотелось бы всегда чувствовать себя бодрым, активным, позитивным, но, к сожалению, когда какие-то вопросы случаются, приходится обращаться к аптекам и к лекарствам. И вот, чтобы немножко затронуть эту тему и обсудить, мы пригласили в нашу студию гостя. Итак, у нас сегодня Азиз Айдинов, главный специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере здравоохранения Росздравнадзора по Республике Крым и Севастополю. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Я предлагаю сегодня с вами обсудить такую животрепещущую тему, как мониторинг движения лекарственных препаратов. Что это такое? Ну, это федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя. С использованием средств идентификации лекарственных препаратов для медицинского применения. А кто должен участвовать в этой системе? В этой системе должны участвовать все субъекты обращения лекарственных средств от производителя. То есть те, которые занимаются производством, хранением, отпуском, применением, ввозом на территорию Российской Федерации и уничтожением, а также реализацией лекарственных препаратов. Это фармацевтические организации, медицинские организации, осуществляющие вид деятельности по лицензиям, а также медицинские организации, осуществляющие деятельность в уведомительном порядке. Вы сказали уничтожение. Их уничтожают? Да. Допустим, лекарственные препараты, которые были запрещены или же прошли строггодность, из-за которых эти все лекарственные препараты должны быть уничтожены. Есть такое было предписание. А также все субъекты хозяйственной деятельности, занимающиеся обращением лекарственных средств, должны зарегистрироваться в единой национальной системе мониторинга движения лекарственных препаратов, честный знак, а также других продукций, которые занимаются. Скажите, пожалуйста, а вот цели и преимущества как для граждан, так и для государства? Какие вот такого вот мониторинга? Ну, это предотвращение обращения запрещенных, контрафактных и фальсифицированных лекарственных препаратов, а также предотвращение недобросовестной конкуренции. Допустим, некоторые субъекты, недобросовестные, как говорится, субъекты бизнеса могут использовать лекарственные препараты, которые уже были или списаны, или подлежали уничтожению. А также государство может само проверять наценку на эти препараты, а также проводить унификацию поставок лекарственных препаратов, а также их ценообразование. Скажите, ну и самый главный вопрос, как может потребитель проверить качество препарата? Каждый человек при наличии смартфона, как говорится, может закачать программу специально. Где ее можно скачать? На Apple Store и Google Play. Эта программа позволит каждому человеку беспрепятственно отсканировать этот препарат, а также получить информацию о том, где он был произведен, когда, срок годности и какие поставщики в основном были использованы. Мы благодарим вас, к сожалению, время подходит к концу, ограничено. И хотим напомнить, что сегодня в студии у нас был Азиз Айединов, главный специалист эксперта отдела контроля надзора в сфере здравоохранения. Росздравнадзора по республике Крым и Севастополю. Большое вам спасибо за интересный рассказ. Надеюсь, все жители полуострова будут теперь знать и осведомлены, и будут здоровы. Продолжение следует...